Пандемия не остановила строительство республики новых спортивных объектов. Очередной современный физкультурно-оздоровительный комплекс открылся сегодня в ауле Кубина Абазинского района. На этом знаменательном событии побывала и наша съемочная группа. Альбина Ламкова продолжит тему. Заниматься спортом в комфорте, да и просто вести здоровый образ жизни теперь возможно и для жителей аула Кубина. Для этого на его территории построили современный физкультурно-оздоровительный комплекс. И это событие стало настоящим праздником. Радовали глаз спортивно-танцевальной композиции в исполнении детей района. Церемония открытия была проведена ярко и красочно. Воздушные шары заряжали настроением. А гости праздника поддерживали каждое выступление аплодисментами. Впечатляет не только масштаб здания, площадь которого 900 квадратных метров, но и уникальное построение. Оно динамично вписывается в красивую природу аула. А современная, необычная, оригинальная архитектура завораживает взгляды гостей. У всех разные ассоциации. Вплоть до корабля, который плывет к новым победным горизонтам. А возвышающийся над ним триколор служит талисманам на удачу. Уютный, светлый и просторный спортивный зал. И всем он рад. Ну что ж, теперь готовьте стенды для новых грамот и наград. Вырастить чемпиона – это мечта любого родителя. Да и сами ребята настроены очень серьезно. Я занимаюсь вольной борьбой. В дальнейшем я от себя жду хороших успехов в этом спорте. Данее был у нас маленький спортзал, и люди не могли приходить. Но сейчас у нас большой спорткомплекс, и люди все приходят к нам и занимаются. Я люблю спорт. Мне нравится этот спорткомплекс. Он очень хороший, в нем хорошо занимаются. Уже занимался? А чем ты занимаешься? Борьбой вольной. Не мог не разделить такую радость такого важного события с жителями аула Кубина глава Карчаева Черкесии Рашид Тимреза. В своем выступлении он отметил, что президентом нашей страны Владимиром Путином ставятся очень серьезные задачи в развитии физической культуры и спорта. И как мы видим, все поставленные задачи решаются, а программы реализуются. Представители Абазинского муниципального района, так как в целом и Карачаева Черкесия, славятся своими спортивными достижениями не только на республиканском, всероссийском уровне, но и на мировом уровне. Очень много чемпионов, призеров олимпийских игр, чемпионов мира по различным видам спорта. Поэтому я абсолютно убежден в том, что из этого спорткомплекса выйдет еще новое поколение, которое будет представлять свои семьи, свои фамилии, свои аулы, в данном случае аул Кубина, и будут прославлять Карачаево Черкесию и нашу Российскую Федерацию на международной арене. Хасан Курачинов родился и вырос в Кубине. Он не мог не пропустить такое знаменательное и важное событие для аула. Хасан Шамсудинович – заслуженный тренер России. Он, как никто другой, знает, как важен спорт для развития молодежи. Он воспитал одного из известных футболистов России Романа Павлюченко. Сегодня открытие этого комплекса радует всех жителей аула, что сегодня ребятишки наши будут заниматься вольной борьбой. Около ста человек сегодня ходят, занимаются. После церемонии открытия все гости получили возможность осмотреть новый спортивный комплекс. В здании ФОКО универсальный игровой зал размером 24 на 12 метров, тренажерный и отдельный зал для различных видов единоборств, раздевалки с душевыми, кабинеты врача, тренеров и другие административные помещения. Ислам Биджев шесть лет занимается вольной борьбой и делает все, чтобы добиться успеха в этом виде спорта. У нас теперь больше места, мы можем качаться на канатах, и теперь нам стало легче тренироваться. Хочу продолжить заниматься спортом и стать олимпийским чемпионом. И это вполне возможно. Слушая наставления тренера, мы скоро и услышим имя юного спортсмена и его друзей на российских и мировых аренах. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.